Просто вот уже переходя к нам, мы же сейчас не лезем во внутреннюю работу товарища. Мы как бы, если товарищ именно во внешнем, допустим, перестаёт ходить на уроки или ещё как-то внешне меньше проявляет активность, мы ему поддержку оказываем. А если у него всё хорошо, мы его не трогаем. Вот здесь как-то можно усилить или изменить подход? Вообще правильный этот подход? Ну, я не понимаю, а почему нет? Если он идёт по пути, что нам ему мешать? Мы должны просто вместе показывать, что идём вместе. А если не идём вместе и кто-то сворачивает чуть-чуть, то мы должны его постараться вернуть на путь. Ответить, вот если товарищ, допустим, меньше стал, ну не пришёл сегодня на урок, а должен был. И он, допустим, скажет, что ну я зато работаю в намерении, я молюсь за вас. Как дополнительно пробудить товарища? Нет, нет, этого быть не может. Намерение не заменяет действия. Потому что все наши действия, они проходят в десятке, в группе. И поэтому мы должны выполнять физические все условия нашего объединения. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!